привет народ с вами варчик очередной видос по объекту 777 вариант 2 почему многим он не нравится и только единицы реально сказали что мне тоже нравится под прошлым видосом который я делал я на нем побольше поиграл и в целом что могу сказать что да действительно есть за что этот танк любить но как много боев ситуаций в которых этот танк показывается не лучшим образом поэтому его и не любят в чем же этот танк плохой но довольно таки часто у него что-то может каретоваться всякие сплэши от арты сразу там мехвод сдох такое ощущение что он в танк в принципе даже не заходил он сразу в гроб лег еще на респе и лежит ждет только любой какой-то шорох неподалеку возле вашего танчика все он говорит я готов я сдох еще был смешной момент на одном из стримов мне в лючок в башню сломали боеукладку такого у меня ни разу не было это конечно смешно просто забей в лючок башни сломали боеукладку ни сверху вниз ни наискосок на одном уровне мы находились и сломали боеукладку да она наверное находится в затылке башни но затылок башни ниже лючка также очень часто крытуются и баки но это в принципе так часто бывает и у советских и у китайских танчиков у них баки там вдоль бортов все время крытуются это уже не удивительно так было всегда и будет и дальше что еще ужасно у этого танка конечно же кривующее орудие которое никому не нравится не только потому что оно кривое но и не опускается но в целом ситуации когда орудие не опускается у меня возникает крайне мало поскольку я изначально знаю что оно не опускается поэтому подготавливаю свой танк к выезду на врага таким образом чтобы мне максимально вуэны не пригодились при выезде на врага вообще я играю вокруг холмиков я играю так чтобы танчик наклонять если что да это занимает лишнее время лишние усилия и это просто элементарно отвлекает тем что ты еще должен следить за рельефом вокруг танка конечно у этого танка не сильно уж и бронированная башня голдой она пробивается в лоб не сложно с девяток и десяток в лючки тоже залетает легко поэтому в целом башней лучше не танковать вообще я это изначально знаю поэтому я даже не пытаюсь лишний раз ее подставлять лучше ее вообще не подставлять ну и в принципе само орудие очень кривая стабилизация точность все ужасное но стрелять вдаль особо то и лучше даже не пробовать если на карте есть возможность поехать в ближний бой и вот в него и едьте но опять же есть бои где ближнего боя в принципе нет есть карты где тоже не подъедешь ближний бой бывает такое что три арты в бою тебе сразу говорят что какой ближний бой иди в кусты стой все если ты едешь ближний бой тебя просто быстро убивает арта и поиграл на этом танчики подольше и побольше накатал какое-то количество боев там уже штук 70 чем-то на самом деле вывести этот танк в ближний бой непростая задача и далеко не каждую катку у вас получится выходить в этот ближний бой в этом вся загвоздка что там где этот танчик наиболее эффективен в эту ситуацию его загнать не так уж и легко а во всех остальных ситуациях он мягко говоря так себе он не особо быстро ездит броня в корпусе во лбу отвратительное лоб башни пробивается голдой ну а вдаль кемпереть конечно же орудие кривое да и в ближнем бою если вы будете постоянно подставлять под голду башню вас тоже будут пробивать раз за разом но так или иначе орудие кривое но вдаль в принципе по ватным танкам урон наносится по стоячим там и на ход иногда залетает да конечно нестабильно но в целом залетает орудие не опускается и кривое но можно играть не через рельефа вокруг него броня во лбу корпуса плохая но и и не надо подставлять надо бортом играть самое крепкое что есть у этого танка это борт ну и наверное одно из самых неприятных что есть и о чем я говорил прошлый раз по броне это то что у него есть небольшой пиксель который пробивается под башню вдоль всего корпуса есть маленькая щель которая дает доступ прям под башню и туда если стрельнуть будет залетать еще и башня будет критоваться очень редко туда залетает но там за 70 боев раза два туда залетела очень неожиданные уроны когда туда залетает и очень противные в целом что хочется сказать танчик весьма неплохой если есть возможность поехать в ближний бой всегда едешь с радостью в этот ближний бой и активно от борта всех размалываешь потому что сейчас скилл в рандоме равен нулю и все рассыпаются очень легко урон набивается просто колоссальный и усилия нулевые просто бортиком танканул нанес урон танканул нанес урон легчайшие кучи урона а вот все остальные ситуации конечно даются тяжело в целом есть за что не любить этот танчик но все равно он дает те самые моменты наслаждения именно в ближнем бою когда враги ничего не могут поделать с очень толстым бортом который вообще не пробивается единственно что я до сих пор не пойму зачем они стреляют вдоль борта который не пробивается никогда и только бесит эти всякие я ее 100 который фугасами стреляет по 500 но так или иначе со временем когда разработчики наконец-то переделают фугасы я так понимаю таких моментов больше не будет что я тебе вдоль борта вдоль гусеницы наносит 500 урона поскольку бронебойный фугас будет просто вылетать нафиг как и ббшка и никакого огромного урона в виде 500 не будет поэтому в целом станчиком я с вами согласен что он может не понравится многим потому что есть за что но есть исключительные моменты в которых этот танк показывает себя максимально по-царски но нужно ли столько мучений чтобы только в одном моменте это танчик показывал себя хорошо это уже каждый сам решает для себя а также не забывайте ставить лайки подписываться на канал также не забывайте принимать участие в новой рубрике в группе вконтакте есть тема которая называется сыграл красиво туда скидывайте реплеи и лучший реплей раз в неделю будет получать 500 голды на этой неделе всего лишь один человек прислал реплей поскольку у него конкуренции 0 поэтому именно он и получит 500 голды видимо остальным 500 голды не надо с вами был варчик играть красиво всем пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...